Тенеу-Йорк Тимес, США Российское ползучее военное вмешательство распространилось на новый фронт, Африку Эрик Шмидт Тенеу-Йорк Тимес, США 2 апреля 2019 года У Агадугу, Буркино-Фасо Россия настойчиво расширяет свое военное влияние в Африке, вызывая тревогу у западных руководителей Она наращивает поставки оружия, подписывает соглашения в сфере безопасности и проводит программы обучения военнослужащих в нестабильных и автократических странах В Центральноафриканской Республике, где советником президента по национальной безопасности был назначен россиянин Правительство за гроши продает права на добычу золота и алмазов, чтобы нанимать российских инструкторов и покупать оружие у Москвы Россия также стремится закрепиться на южном фланге НАТО, помогая бывшему генералу в Ливии бороться за власть и огромный нефтяной рынок Президент Суда Намар Хасан Башир в январе пригласил российских наемников, которые помогают ему укрепить свою власть на фоне общенациональных протестов Весной прошлого года пять стран ежнее Сахары, такие как Мали, Нигер, Чад, Буркинофасо и Мавритания, обратились к Москве с просьбой помочь их испытывающим большие нагрузки военным и силам безопасности в борьбе с исламским государством и аль-Каидой Организации, запрещенные в России, примечания Перев Россия, которая в годы Холодной войны укрепляла свои позиции в Африке, участвуя в жестоком соперничестве между Востоком и Западом, после распада Советского Союза в основном ушла с Черного континента Но в последние годы она возобновляет связи со своими сателлитами советской эпохи, такими как Мозамбик и Ангола, а также налаживает новые связи с другими странами В этом году президент России Владимир Путин проведет встречу в верхах между Москвой и странами Африки Расширение российского военного влияния на африканском континенте является отражением стремления Путина вернуть России былую славу Но оно также стало иллюстрацией российского оппортунизма и стремления выкраивать в Африке логистические и политические выгоды там и тогда, где и когда это возможно Россия бросает новые вызовы и занимает более милитаристские позиции в Африке, заявил в марте в Конгрессе командующий африканским командованием Пентагона генерал Томас Вальдхузер В прошлом году в Центральноафриканской республике, которая в прошлом являлась французской колонией, неизвестной расстреляли Троих российских журналистов, и это привлекло внимание к возвращению Москвы на африканский континент Эти журналисты расследовали деятельность частной военной компании группы Вагнера, которую создал бывший офицер российской разведки Связанный с человеком из путинского окружения В прошлом году Россия сделала заявление о том, что 175 инструкторов, Пентагон и западные аналитики полагают, что этих людей взяла на работу группа Вагнера Подготовили более 1 тысячи военнослужащих в Центральноафриканской республике В этой стране с 2012 года царит насилие Москва и ее частные военные фирмы вооружают самые слабые государства этого региона и поддерживают самовластных правителей на континенте Заявил директор африканской программы из Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Такого рода сотрудничество может усилить существующие там конфликты В конце прошлого года Белый дом пересмотрел свою политику в отношении Африки в сфере экономики и безопасности И составил планы по выделению денежных средств на африканские проекты Затем представители администрации разъехались по странам континента Пытаясь заручиться их поддержкой в реализации данного плана Находясь в марте в столице Анголы-Луанде Заместитель госсекретаря Джон Соливан, Йон Йо Цоливан Выступил с предупреждением о том, что Россия зачастую использует нечестные, принудительные и тайные методы В попытке повлиять на суверенные государства В том числе, на их сотрудничество в сфере экономики и обороны При администрации Трампа Пентагон переключил свое внимание на противодействие глобальным угрозам Исходящим в основном от Китая и России, отойдя от борьбы с террористическими организациями В декабре советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон Назвал новую стратегию в Африке соперничеством великих держав и противовесом Китаю и России В то время Болтон заявил, Кремль продолжает продавать оружие и энергоресурсы в обмен на голоса в ООН Голоса, благодаря которым диктаторы остаются у власти, ослабляют мир и безопасность, и действуют вопреки интересам африканских народов Но убедить ему удалось немногих Когда Генеральная ассамблея ООН в декабре поставила на голосование резолюцию с осуждением российской аннексии Крыма И призвала Москву вывести свои войска с этого украинского полуострова Более двух десятков африканских государств воздержались Американское военное присутствие в Африке весьма незначительно На континенте в составе различных миссий работает около 6000 американских военных и 1000 гражданских служащих из Министерства обороны и подрядных организаций В основном эти люди занимаются обучением и проведением учений с местными армиями Москва не может состязаться с американской внешней помощью и с огромными китайскими инвестициями на африканском континенте Однако аналитики говорят, что Россия продвигает свои интересы в Африке из необходимостей и на основе появляющихся возможностей Москва стремится получить новые стратегические базы для своих войск В том числе в Ливийских портах на Средиземном море А также Центры материально-технического обеспечения для своего ВМФ в Эритрии и Судане на Красном море Об этом сообщили аналитики из Вашингтонской исследовательской организации Институт изучения войн, Институте Форит и Студе Фуарь В прошлом году Россия подписала соглашение о военном сотрудничестве с Гвинеей, Буркино-Фасо, Бурунди и Мадагаскаром Правительство Мали обратилось к Москве за помощью в борьбе с терроризмом несмотря на то, что в этой стране находятся тысячи французских военнослужащих и миротворцев ООН В 2017 году 13% от общего объема экспорта российского оружия было направлено в Африку, на что указывает Стокгольмский институт исследования проблем мира Стачхолл Минтернационал Пиач и Ресерч институте Россия стремится к заключению сделок на поставки оружия по всей Африке, обещая своевременную доставку и гибкие условия По словам аналитиков, это очень успешная стратегия, когда ее применяют в странах, имеющих малые возможности для заключения военных соглашений с другими партнерами, потому что США и другие страны Запада их изолируют Почти 80% от общего объема российских военных поставок на континенте приходится на долю Ажира, который уже очень давно покупает боевую технику и оружие в России Тунис, будучи союзником США, тоже поддерживает тесные связи с Россией в области разведки, контртерроризма и энергетики Абуркина Фасов в прошлом году получила из России военно-транспортные вертолеты и авиационные средства поражения Стойкий союзник Америки и Египет также становится солидным покупателем российского оружия В конце 2018 года он подписал соглашение о покупке российских истребителей Су-35 на общую сумму 2 миллиарда долларов, о чем в марте сообщила московская газета «Коммерсант» У России есть программы военно-технического сотрудничества с рядом африканских стран, и она помогает им оснащать национальные вооруженные силы современным оружием Отметило в своем заявлении российское посольство в Вашингтоне Все эти действия осуществляются на основе соответствующих международных норм и правил Связи между Россией и Центральноафриканской республикой привлекли особое внимание на Западе В прошлом году две страны подписали соглашение о военном сотрудничестве, и после этого в ЦАР начали появляться наемники из группы Вагнера Россия усиливает свое влияние за счет наращивания военного сотрудничества и передачи в дар оружия Благодаря этому она получает доступ к рынкам и права на добычу полезных ископаемых, заявил в марте генерал Вальдхузер, давая показания в Комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил Вкладывая минимальные инвестиции, Россия использует такой рычаг воздействия как частные военные компании типа группы Вагнера И получает выгодное для нее политическое и экономическое влияние Два года назад американское министерство финансов ввело санкции против компании наемников, известной под названием ЧВК Вагнера Обвинив ее в том, что она вербует людей и отправляет их воевать на стороне пророссийских сепаратистов в Донецкую и Луганскую области Украины Завербованных этой компанией людей также отправляют в Сирию Там в феврале 2018 года во время огневого боя с американскими войсками погибло множество наемников, счет которых может идти на сотни Две недели тому назад заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил перспективы расширения сотрудничества с президентом Царфоскина Арканжем Туадерой Они договорились о наращивании содействия, которое будет включать обучение национальных кадров и укрепление безопасности и стабильности в этой дружественной африканской стране Говорится в заявлении российского МИД, размещенном на его официальном сайте Официальные французские представители отреагировали на это заявление весьма прохладно Мы очень обеспокоены усилением российского влияния в стране, которое нам хорошо известно В Центральноафриканской Республике, сказала репортером во время своего недавнего визита в Вашингтон министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, Флорен Чапарли Россия также стремится выйти на новые экономические рынки и получить новые энергоресурсы В этих целях она иногда возрождает отношения со странами, с которыми дружила в советскую эпоху У России есть немалые интересы в области нефти и газодобычи в Алжире, Анголе, Египте, Ливии, Сенегале, Южной Африке, Уганде и Нигерии, сообщает Пентагон Они пытаются захватить трофея, сказал в конце прошлого года на конференции по безопасности в Астине генерал Тони Томас Тони Томас, который в пятницу покинул пост командующего войсками специального назначения Они действуют очень активно Свой материал для статьи предоставил Нил Макфаркухар, Нил Мачфаркуар Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ